Ежедневно на горячую линию фонда капитального ремонта поступает множество вопросов от людей преклонного возраста. Например, Феликс Васильев накопил большую задолженность. Решать данную проблему пенсионеру предложили с помощью реструктуризации. Другими словами, поделить долг и выплачивать его ежемесячно. По всем правилам, такое соглашение заключается в случае уплаты 20% от суммы. Но всего пожилого возраста мужчине решили сделать исключение. Я сейчас благодарю фонд капитального ремонта в том, что финансовые вопросы, которые возникли у нас, мы быстро решили и учли интересы обеих сторон. И, значит, в рамках действующего законодательства я еще раз благодарю фонд капитального строительства, что мне доставили вот этот документ. А вот жильцы дома 15А по бульвару Карла Маркса ожидают ремонта систем электроснабжения. Как он будет проводиться, в какие сроки сделают, жителям объяснили с помощью выездного семинара. Нам эти семинары очень нужны, очень важны. И чтобы вот это все у нас везде прозвучало. Потому что мы, жильцы, собственники этих домов, мы неграмотные. Конечно бы, нам бы побольше хотелось бы, вот молодые люди нам сообщали. Фонд в рамках работы с населением систематически проводит выездные разъяснительные семинары, как в масштабах муниципальных образований, так и для собственников помещений конкретных многоквартирных домов. На таких встречах граждане могут получить исчерпывающую информацию, касающуюся капитального ремонта, сроков его проведения, перечни выполняемых работ, оплаты взносов, мерах социальной поддержки. Точно такие же беседы прошли с жителями еще двух домов. 16-го по улице Жуковского и 22-го по Буйко. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев. Новости дня.